Как узнать, есть ли у вас паразиты? Я уже на эту тему говорил в разделах самодиагностика. Смотрите ее. То есть прежде чем приступать к чему-то такому, важно сначала понимать, с чем вы имеете дело. А это, в первую очередь, самодиагностика. Вы должны определиться, что с вами происходит. Итак, как узнать, есть ли у вас паразиты? И так я на эту тему говорил, но еще вот повторю. По внешнему виду человека разные угри, прыщи, себорея, грубость кожных покровов, веснушки, которых не было и вдруг они появились, пятна, которых не было и вдруг они появились, разные ранние морщины на лице, ранняя пляшивость, папилломы, трещины на пятках, мацерация кожи на пальцах, отслоение и ломкость ногтей. Можно определить, что желудочно-кишечный тракт его заражен. И не только желудочно-кишечный тракт заражен, заражен вообще весь организм. Что это может быть за паразит? Это могут быть простые или кошачьи лямбли, трихомонады и другие простейшие, а скорее всего их букет. Простейшие инфекции выводят из строя саморегуляцию, иммунную защиту всего организма. Признаки поражения у женщин. Внимательно, слушайте. Бели, воспаление яичником, болезненные месячные скровотечения, упадок сил, нарушение сроков менструального цикла, сдвиги. Затем последовательно разрастаются фиброма, миома, фиброзная мастопатия, воспаление надпочек, мочевого пузыря и почек, а также нарушение климакса. То есть, если у вас ненормальный климакс, значит у вас там в организме есть причина, как правило, это паразиты бактериальные или даже черви, которые нарушают нормальную работу, нормальную перестройку организма женского от периода репродуктивному к нерепродуктивному. У мужчин простатит, импотенции далее аденома, цистит, песок и камни в почках, в мочевом пузыре. От инфекции может быть нарушена психика в третьем поколении. То есть, у дедушки была там гнойная ангина, у папы там, допустим, уже может быть псориаз, и, наконец-таки, у внучка уже из-за всего этого может быть отклонение в психике, то есть, какой-то неравновешенный, какой-то дерганный ребенок получается. Поколение, идущее на смену инфицированным родителям, умирает на 10-15 лет раньше. Проявляются инфекции также частыми ОРЗ, ангинами, хроническими танзелитами, воспалением придаточных пазух, синуситом, полипами, а также храпом во сне. Вот тут-то и керосинчик подойдет, как ничто самое простое и лучшее от всего этого букета. Младенцы заражаются паразитами при рождении, поражаются все слизистые организмы, это глаза, рот, нос, промежности. И вот, кстати, сейчас очень много детей, которые уже носят очки. Ну, у них там зрение должно быть, а они уже в очках. Страдает и кожа. На губах герпесные. Уже, допустим, ребенку там 3-4-5 лет, а у него уже герпес регулярно на губах выскакивает, я уж не говорю об остальных местах. Страдает и кожа. Очень часто заражаются, очень часто заражение становится общим. Уже в 5-8 месячном возрасте, вызывая истощение поджелудочной железы, что нередко приводит к неожиданному диабету. То есть были паразиты, и потом ребеночек, хоп, а у него уже диабет сахарный. Вот так-то. Как узнать, есть ли у вас паразиты или нету? Вы зашли на мой канал Малахов ПРОМ. Канал имеет несколько направлений, которые отражены в соответствующих плейлистах. Целебная кулинария. Рассказывает о том, как продукты питания можно использовать для лечения и укрепления собственного организма. Природная косметика. Как с помощью естественных продуктов от матушки природы сохранить свою красоту на долгие годы. Лунный цикл и народные приметы. Каждый день несет свою особую энергетику и особенности, которые надо правильно использовать, чтобы преуспеть в жизни. Библиотека. Здесь вы можете бесплатно посетить написанную мной авторскую библиотеку здорового образа жизни и узнать, как работают те или иные средства оздоровления, а также разработать свою собственную систему оздоровления и, что важно, задать интересующий вас вопрос. И кроме указанного, посмотреть другие плейлисты, в которых я рассказываю о своем опыте. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok